Замок в Лиде Другой огромный ров надежно защищали замок от неприятеля. Собственно, и сам он возводился как оборонительное сооружение и должен был служить для защиты от крестоносцев, которые в те времена регулярно осаждали эти земли. Потому и архитектура замка в стиле ранней готики весьма минималистична. В плане это четырехугольник с двумя башнями, находившимися в противоположных концах крепостных стен. Их толщина достигает двух метров, высота — 14. Стоит сказать, что вторая башня появилась лишь во времена правления Витовта. При Гедемине же она была одна. Такое заключение смогли сделать историки и ученые благодаря раскопкам, которые проводились на территории замка. Кстати, многие находки стали частью музейной экспозиции, которая сейчас располагается в стенах замка. Но вернемся к его более чем 500-летней истории. Замок выдержал не одну оборону и выстоял не в одном бою. Значительный урон нанесли замку шведы в начале 18 века, взорвавшие обе башни. С этого времени началось постепенное разрушение замка. И к концу 18 века он был почти окончательно уничтожен. В конце 19 века, когда местные жители начали разбирать замок на строительные материалы, его законсервировали и на протяжении столетия в разное время предпринимались попытки постепенно восстановить былую красоту и мощь замка Гедемина. Однако полная реставрация была сделана в веке 21-м. И с тех пор Лидский замок – один из самых привлекательных туристических объектов не только в регионе, но и в Беларуси в целом. Здесь не только работает постоянная экспозиция музея, но и проводятся рыцарские турниры, исторические реконструкции, которые собирают множество зрителей. Если вы ни разу не были в Лиде, не прикасались к камням, хранящим историю наших славных предков, добро пожаловать в замок Гедемина. Субтитры создавал DimaTorzok